Мы напоминаем, что наш телеканал поддержал акцию «Остаёмся дома», инициированную общественными организациями нашего региона. К ней присоединяется всё больше людей, простых горожан и наших известных земляков. Подобные акции сейчас проходят практически по всему миру, естественно, с местным колоритом. Так, в эфирах телеканалов в последнее время часто показывают, как, например, неунывающие итальянцы, которым из-за коронавируса приходится сидеть дома, распространяют по социальным сетям приглашение присоединиться к акции «Откроем окна, споём вместе». Участники флешмоба поют и играют на музыкальных инструментах, не выходя из дома, на балконах. Тверские музыканты тоже решили продемонстрировать свою солидарность в борьбе с пандемией. Первые песни уже стали звучать во дворах областной столицы. Влад Сборощенко – музыкант-любитель. Он сам пишет песни, на досуге пишет стихи. И теперь в режиме самоизоляции времени для творчества у него заметно прибавилось. За это время он уже написал пять новых песен, которые опробовал на собственных соседях. Теперь у музыканта вошло в привычку. Раз в день он обязательно играет собственную музыку. И, как говорит соседе, с удовольствием его слушают. В изоляции скучно. Скучно. И я подумал, что соседям, наверное, тоже скучно. Стараюсь по ночам как-то не бренчать. А тут думаю, попою что-нибудь людям. Чтобы немножко скрасить их самоизоляцию. А теперь Владислав решил, что будет развлекать не только жителей своего дома, но и соседнего, а также случайных прохожих на улице. При этом нарушать режим самоизоляции никто не будет. Для этого музыкант использует лишь открытое на балконе окно. Соседи требуют, как обычно, давай чай вдавай, что-то там такое. Кино. Классику. Классику нашего рока. Владислав говорит, что соседи не жалуются, а иногда даже подпевают. Ведь такое творчество в условиях самоизоляции – это лучшее средство не только скрасить монотонные скучные домашние будни, но и наладить отношения с людьми, живущими по соседству. Ведь песни – это отличное средство от тоски и уныния. Все, кто хочет поделиться своими талантами и хочет рассказать о своем способе интересной использы провести время на самоизоляции, пишите, звоните в редакцию по номеру телефона 300 341. Мы готовы рассказать вам об этом на нашем канале. Продолжение следует...